Чтобы выходные прошли интересно, к ним стоит как следует подготовиться. Привет! С тобой я, Алена Беляева, и наша программа «Кино на выходных». В этом выпуске традиционно расскажем тебе, что посмотреть в этот уикенд. Поехали! Открывает топ-3 годных кинофильмов отечественная премьера. На экраны страны вышел фильм «Обратная связь». И если вам показалось, будто это что-то знакомое, вам не кажется. Картина «Обратная связь» стала продолжением громкой связи, вышедшей в свет в 2019 году. Сюжет новой картины разворачивается в канун Нового года. Компания старых друзей едет в арендованный загородный дом, чтобы провести там праздники. Ты ключик не забыл? Чё забыл? Ничего не забыл? Забыл. Чуть не обосрелся. Как только машины с новогодней провизией разгружены, дом украшен, а на кухне началось приготовление праздничного ужина, в доме воцаряется атмосфера детского сада. Мальчики пинаются, бросаются скомканной бумагой, пока Ева в роли воспитательницы не усаживает всех делать домашнее задание – сочинять пресловутые записки с пожеланиями друг к другу. Впрочем, мужской инфантилизм в «Обратной связи» заставляет скорее по-доброму усмехаться и по сути своей оказывается референсом к прозвучавшей в фильме, о чём говорят мужчины, фразе. Получается, взрослых нет, есть постаревшие дети. Одна из прелестей «Обратной связи» в том, что, хотя это и новогоднее кино, фильм не стал заложником всех существующих клише. Морализаторство в нём, конечно, есть и порой уж слишком неприкрытое, но зато происходящее на экране выглядит весьма правдоподобно. Обошлось даже без бьющих через край сантиментов, призванных выдавить из зрителя слезу. Вместе с Алексеем Нужным и замечательной Ириной Горбачёвой, Марии Мироновой и Анастасией Уколовой «Квартету И» удалось снять хорошую новогоднюю комедию, в которой место нашлось и старому, и новому. «Обратная связь» – фильм для тех, кому хочется поверить в новогоднее волшебство, но не оторваться при этом от реального мира и его проблем. Кстати, до праздника всего ничего. Пора вплотную заняться подготовкой. Может быть, тоже снять «Дом с друзьями». Посмотрев это кино, сразу так захотелось загород. Загород, говорю, а не вот это вот все. Еще одна картина в нашем списке – «Пираты по соседству». Пиратская семейная пара Бландербасов провела значительную часть жизни в плаваниях и сражениях со своим главным врагом – Кривым Корнелиусом. Но у супругов родился ребенок, и они решили оставить бои и приключения, предпочитая с тех пор бегать от злодея. Бландербасы селятся в небольшом скучном городке Лансборо по соседству с домом юного Майкла. Его семья с уважением относится к новым жителям, а вот другие обитатели Лансборо не слишком-то рады гостям. Там на улице пираты. Там нет никаких пиратов. Друзья из ниоткуда не возьмутся. Наследие знаменитого капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» никак не отпускает киноделов. Десятки режиссеров пытаются придумать столь же харизматичных пиратов. В основе этого фильма лежит самая банальная календийная история о беспокойной семейке, переехавшей в тихий город. Сама по себе эта идея вполне неплохая и даже вечная. Они думают, что весь район принадлежит им. В фильме есть положительные герои, есть злодеи, правда, без особой мотивации. Конечно же, к финальной трети добавляют мрачности и переоценки. Но все это так легко предсказать, что удивиться чему-то или хоть немного привязаться к персонажам никак не выходит. Вот чем займемся. Поиск сокровищ, кидание ножей, плевки на дальность, стрельба. По мнению кинокритиков, проблема кино в том, что именно пиратская составляющая окажется здесь какой-то искусственной. Она довольно нелогичная, недостаточно фэнтезийная или хотя бы смешная, чтобы оправдать все нестыковки. Единственное, что может оправдать пиратов по соседству, нацеленность исключительно на детскую аудиторию. Это позволяет картине быть чуть наивнее по сюжету и моральной составляющей. Она условно разделена на две связанных истории. Первая – противостояние местных жителей новым соседям. Вторая – дружба Майкла с пиратом Билли. Честно признаться, я тоже не очень-то люблю новых соседей, а тут еще и пираты. Думай потом, что там за стенкой творится. Завершает нашу традиционную тройку продолжение комедии «Неадекватные люди». В Москву из провинциального Серпухова приезжает Виталик – обаятельный мужчина средних лет. На первый взгляд он кажется тихим, воспитанным и даже застенчивым. Мужчина селится в своей собственной квартире, которую, видимо, приобрел давно, но в ней не жил. Прямо за стенкой квартиры Виталика живут мама Юлия с дочкой-старшеклассницей Кристиной, 17 лет. Девушка – тяжелый подросток. Она постоянно ругается с матерью, никого не слушает, плохо учится. В какой-то момент главный герой начинает дружить с Кристиной. Он помогает ей делать английский, изображает дядю, когда Кристина встречается с придурками-сверстниками. Ну и по просьбе беспокоящейся мамы – нет-нет, да и приглядывает за Кристиной, когда понадобится. Чисто по-соседски. Разумеется, оба постепенно влюбляются в друг друга. Если мы сейчас посылоимся, это будет неправильно. Адекватные люди, они бы так, конечно, не поступили. Походу, дело там. Мужик со стриптизершей переодетый в школьницу. Это не стриптизерша, это реальная школьница. И если девушка полна эмоций и чувств, то Виталик, как взрослый мужчина, в первую очередь опирается на разум. В общем, сюжет банальный, но наблюдать за развитием событий вполне себе интересно. Но кризис наступает даже в тех отношениях, в которых его ну никак не ждали. Че постригся, как идиот? Да как всегда. Кино «Неадекватные люди» – режиссерский дебют Романа Каримова. Вся картина обошлась ему в 100 тысяч долларов. За счет этого фильм получился камерным, больше походящим на спектакль. В кино задействованы максимум четыре локации, а уличных сцен и то меньше. Но от того кино точно не становится хуже. Разве можно чем-то испортить фильм о любви? Ох, люблю же я эти амурные истории. Да и какая разница, сколько ему, сколько ей лет. Не зря говорят, что любви все возрасты покорны. Правда, о статье Уголовного кодекса говорят чуть иначе. И традиционно я даю тебе полное право выбирать. Не хочешь идти в кино? Пожалуйста, включай кнопку на пульте и смотри то, что в эти выходные покажет наш телеканал. Выбракованный из элитного помета и обреченный на эвтаназию щенок таксы по дороге в Бет-лечебницу случайно попадает в благополучный процветающий таксопарк и переворачивает всю его жизнь. Четыре таксиста вместе с упрямым, своенравным таксом по кличке Фигаро оказываются втянутыми в водоворот невероятных, забавных, а порой опасных приключений с взрывами, погонями и похищениями. Но сила характера и упорства бесстрашного Фигаро не знают предела. Фильм «Четыре таксиста и собака» – кино семейное, доброе, но в то же время сохраняющее интерес и напряжение на протяжении всего фильма. Еще одна картина, которую покажет наш телеканал «Ты у меня одна». Любовь – настоящее безумие. Это было давно. Главный герой даже не догадывался, что маленькая Аня влюблена в него по самые уши, так как сам был увлечен привлекательной одноклассницей, на которой в конце концов женился. Но пройдет много лет, и некогда смешная наивная девочка вернется в Россию богатой американской бизнес-леди, чтобы, если не добиться, наконец, своего, то хотя бы отомстить за растоптанную любовь. Ну вот, как-то так, друзья. Выбирайте кино и наслаждайтесь. А главное – делайте это в приятной компании. С вами была Алена Беляева. Смотрите нас ровно через неделю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok